Каждый человек на Земле В 2004 году в пожарах погибло 18 377 человек, в том числе 701 ребенок. Прямой материальный ущерб составил почти 6 миллиардов рублей. Естественно, в такой ситуации состояния войны с огнем пожарная безопасность остается одной из актуальных проблем в России. Первая российская пожарная команда была создана в Москве в 20-х годах 17-го столетия. В ней было лишь 200 человек, а в летнее время нанималось дополнительно еще 100. В их распоряжении находились простейшие насосы и другое имущество, выделяемое казной. Земский приказ собирал на содержание команды с населения подати. Естественно, что эта команда не могла охранять от пожаров всю Москву, а поэтому для борьбы с пожарами использовалось население. Принято считать, что история пожарной охраны России начинается с 30 апреля 1649 года, когда был подписан наказ о царском благочинии, устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Поворотным моментом в организации строительства российской пожарной охраны явилось начало 19-го века. Правительство решило отказаться от использования населения в тушении пожаров. Борьбу с огнем отныне должны были вести пожарные команды, которые имелись при полицейских частях. В это же время практически по всей стране, наряду с профессиональными командами, подчиненными полицией, создаются вольно-наемные команды, принадлежащие городскому самоуправлению, общественные команды и добровольные пожарные дружины. За время своего существования пожарная охрана претерпела различные реформы, в каких только подразделениях и ведомствах она не была. Она входила в состав царской полиции, при Петре в армейские подразделения, относилась и к коммунальным службам, была в НКВД, после войны была передана городским управам, потом МВД. В 2001 году Государственная противопожарная служба вошла в состав МЧС. Основной закон, определяющий функции, задачи и структуру ГПС России, был принят 21 декабря 1994 года. Это 69-й федеральный закон о пожарной безопасности. Однако в результате вступления в действие административной реформы, в августе 2004 года, 122-м федеральным законом, в него были внесены изменения. Итак, что же сегодня представляет из себя Государственная противопожарная служба России, и как она будет выглядеть в результате осуществления административной реформы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В настоящее время в Государственную противопожарную службу входит около 270 тысяч сотрудников. В оперативном управлении находятся более 13 600 зданий и сооружений, из которых только зданий пожарных депо – более 4 тысяч. На вооружении подразделений ГПС находятся свыше 17 тысяч основных и специальных пожарных автомобилей, 13 тысяч единиц оперативно-служебного транспорта, а также другое необходимое пожарно-техническое вооружение и специальные средства защиты и спасения. Главная идея реформирования заключается в разделении функций и полномочий в сфере обеспечения пожарной безопасности между федеральным центром и субъектами федерации. На федеральную группировку, остающуюся в составе МЧС и имеющую федеральное финансирование, будут возложены функции Государственного пожарного надзора и задачи обеспечения пожарной безопасности на особо важных пожароопасных объектах и объектах федерального значения, а также координация действий всех видов пожарной охраны при тушении крупных пожаров в чрезвычайных ситуациях. Противопожарные службы субъектов и муниципальные пожарные займутся тушением пожаров в населенных пунктах на территории субъектов Российской Федерации и на объектах, не охраняемых федеральной противопожарной службой. Активно подключаются органы местного самоуправления. На них возложено, в соответствии с законом, создание муниципальных подразделений. То есть, они создают муниципальные подразделения. Или, в соответствии с 131 законом, на них возложено осуществление первичных мер пожарной безопасности. Что, собственно говоря, и в соответствии с 69 законом говорит о том, что они должны заниматься организацией пожаротушения, первичными мерами пожаротушения на территории сельских поселений, городских поселений, городских округов, внутригородских территорий и муниципальных районах. В результате реформы оставшиеся в составе МЧС пожарные будут нести противопожарную охрану объектов ВПК, энергетики, предприятий федерального уровня, а также объектов федерального культурного значения. Всего 444 объекта, на которых будут созданы пожарные части. Руководство делает все, чтобы реформирование службы прошло безболезненно для людей, связавших с пожаротушением свою судьбу. Максимально возможное число сотрудников будет переведено в создаваемое и реформированное подразделение. А при создании пожарных частей субъектами Российской Федерации, люди будут переходить туда, на те должности, которые им предложат в противопожарной службе субъекта. В соответствии со 154 статьей закона, внесение изменений в 122 закон, и изменение в 69, увольнение личного состава тех, кто носит погоны и содержится за счет субъекта Российской Федерации, и сейчас внесено новое предложение, это будет поэтапное. То есть мы даем максимальную возможность, не сразу, завтра или послезавтра вы все уходите, а человеку может остался год до пенсионного возраста или до окончания контракта. Поэтому законом предусмотрен переходный период до 1 января 2009 года. Поэтому большое количество личного состава уложится, ну, как бы те, кто долгое время проработал, да, допустим, если у него выслуга 17 или там 16 лет, то он может до 1 января 20 лет будет полная выслуга, когда он имеет право на пенсию. То есть мы максимально пытаемся сделать этот переход гладкий. Региональные же подразделения противопожарной службы с гражданским персоналом будут подчинены администрациям субъекта Федерации и содержаться за их счет. Они будут обеспечивать противопожарную безопасность в населенных пунктах. По этому проекту разделение противопожарной службы на федеральную и муниципальную должно завершиться в 2008 году. Согласно предложениям МЧС, реформа должна пройти в два этапа. С начала 2005 года штат пожарных МЧС составляет 80 тысяч человек. Весь следующий год планируется формирование собственных пожарных служб в регионах. Естественно, что подготовку сотрудников и их аттестацию будут проводить в МЧС. Если говорить о местном уровне, то, конечно, должны обратить внимание на статью «Добровольная пожарная охрана». Значит, это в их интересах создавать такие команды, изыскивать на это средства, или будет это в целом на добровольной основе, и, так сказать, без всяких затрат. Либо это будет какими-то льготами, затратами, которые они могут установить в своем положении, утвердив его в установленном порядке. Российское добровольное пожарное общество было образовано на Первом съезде русских деятелей по пожарному делу в июне 1892 года. В него вошли городские пожарные общества и сельские добровольные дружины. Основными источниками финансирования Совета общества и сети местных добровольных пожарных организаций являлись разовые взносы почетных членов, страховых компаний, денежные лотереи, продажа пожарной техники. Добровольцы обеспечивали охрану от пожаров, заводов, фабрик, крестьянских хозяйств в тех местах, где не было профессиональной пожарной охраны. На их содержание государство денег не выделяло. В 1892 году в России насчитывалось 590 постоянных профессиональных пожарных команд, 250 добровольных городских, 2026 сельских, 127 заводских, 13 военных, 12 частных, 2 железнодорожных. Численность личного состава в них составляла 84 241 человек. Иван Козиков живет в селе Просторы Кваркинского района Оренбургской области. Работает он водителем здесь же, в одноименном совхозе. Зимой в селе работы немного, поэтому, проверив технику, он идет туда, где его силы сейчас нужны более всего. Иван работает водителем в добровольной пожарной дружине по охране села Просторы. Работа эта сложная, однако приносит она не только деньги, но и почет. Ну что, тут на центре у нас 40 километров пожарная одна стоит такая. Пока центр дает до пожарных, до другой деревни, а мы-то здесь все-таки поближе, чем они, чем район, имею в виду. Потому что раз вот в Приморске был пожар, мы ездили, что, когда бы они доехали до туда? Нам-то все ближе ехать. То 80 километров, то бы ехали бы 120-140 километров до туда. Пожар, о котором упомянул Иван, произошел в середине декабря в сельском производственном кооперативе Приморский. Там загорелся склад, где хранилось зерно со всей округи. Если летом хотя бы часть потерь можно возместить тем, что еще находятся на полях, то зимой такой пожар означает фактическую смерть хозяйства. После этого случая не только местные жители, но и районное начальство поняли, насколько нужны им в селах пожарные. Команда в Просторах – это третья добровольная пожарная дружина, созданная по инициативе руководства Оренбургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. До этого в Просторах была машина, которой за счет местной администрации было приписано двое пожарных. Когда в дело вступило областное отделение ВДПО, в штат общества было взято еще пять человек, составивших костяк новой дружины. Всех их одели, а более начали платить заработную плату. Местная районная часть обучила их как настоящих бойцов-профессионалов, а руководство СПК Просторы отремонтировало помещение, где сейчас и базируется дежурная смена. В итоге село получило настоящую боевую единицу. Сейчас добровольная пожарная команда по охране села Просторы готова выполнять практически любые задания в пределах своего населенного пункта. Сейчас добровольными пожарными дружинами в сельской местности еще до прибытия профессиональных пожарных тушатся 80% пожаров. Но есть и еще одно преимущество в создании добровольной пожарной бригады. Это дополнительные рабочие места. Хотя по идее создание рабочих мест в деревне забота именно администрации, а не всероссийского пожарного общества. Вертикальное управление, ну более-менее, и общественное управление. То есть сейчас людей все больше и больше к власти привлекают. Вот сейчас сельских поселениях, они должны там выбирать там кого-то, да, там, кто-то. Они решают как бы свою жизнь, решают сами. То есть они хотят иметь пожарную охрану или не хотят иметь пожарную охрану. Ну не хотят они расходовать деньги на пожарную охрану. Ну и не надо. Ну и не надо. Но государство им не будет обеспечивать это дело. Потому что это не федеральная функция, это их функция. Нынешнее законодательство обязывает набрать 220 тысяч муниципальных пожарных. В предыдущем законе была норма. Один человек пожарной охраны на 650 человек, проживающих на обслуживаемой пожарной частью территории. Эта норма отменена 122-м законом. Есть норматив по радиусу выезда пожарных подразделений. Он составляет 3 километра. Однако специалисты говорят о необходимости перехода к другому нормативу. Времени прибытия пожарной команды. В Европе этот показатель составляет около 10 минут в городе и 15 минут в сельской местности. Авторы реформы планируют использовать в России и другой опыт европейцев. Создание частных пожарных команд. В соответствии с новыми требованиями, вообще с новыми законодательствами, с новыми подходами, вот как раз мы не имеем права заставлять администрацию, в том числе администрацию объектов насильно создавать пожарную охрану. Они сами должны решать, по идее, сами должны решать, как обеспечить безопасность людей. Ну, то есть, во-первых, выполнение норм и правил пожарной безопасности, значит, ущерб третьим лицам. То есть они должны страховаться, как правило, предприятия все застрахованы. И они должны иметь лицензию, как пожароопасное и взрывоопасное производство. И, конечно, мы хотим включить технический регламент, обязательное требование, то есть перечень предприятий, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана. Это, конечно, важные предприятия, имея в виду нефтяную, газовую промышленность, которые взрыво-пожароопасны, и, конечно, они должны быть защищены, на наш взгляд. Но действительность трактует такое, что должен выбирать хозяин. Допустим, какое-то предприятие ведущее, которое, значит, одно, например, в районе, в сельском поселении, и его владелец имеет хорошие доходы. Почему бы он не мог иметь или не создать пожарную часть, добровольную пожарную часть, закупить модирование или организовать, по крайней мере, частную пожарную охрану, по охране поселения того, где находятся люди, которые работают на его предприятии, в том числе. Такого количества высоких гостей в Березнике еще не было. В селе, которое находится на границе Архангельской и Вологодской областей, собрались влиятельные местные лесопромышленники, руководство обеих областей и первый заместитель министра МЧС со своими местными подчиненными. Причиной, заставившей приехать в такую глушь столь представительную делегацию, стала пожарная часть. В 1993 году у нас сгорел гараж и все имущество, мы начинали все с нуля. И в 2002 году у нас сгорел лесопильный цех, который мы только что отстроили и заканчивали последние пусконаладочные работы. И из-за сварки полностью лесопильный цех у нас сгорел. И если бы мы имели такую пожарно-спасательную службу, как имеем сейчас, мы бы все имущество могли спасти. Нам не хватило буквально 10-15 минут. Как раз в этот момент местный совхоз, оказавшись банкротом, стал распродавать свое имущество. Была там и противопожарная техника. Автоцистерна, хоть и не старая, но очень запущенная, находилась в хозяйстве без присмотра. В случае пожара на нее садился первый попавшийся, а потому, чтобы привести ее в рабочее состояние, местным механикам пришлось немало потрудиться. Первое боевое крещение березницких огнеборцев произошло меньше, чем через два месяца после обретения машины. За несколько часов до нового, 2002 года, загорелось здание местной средней школы. Ближайшая от села пожарная часть находится в 20 километрах. Отстоять здание пожарные так и не смогли. Поэтому сразу после пожара на сельском сходе и было решено создать свою личную пожарную часть. Первоначально предполагалось, что учредителями пожарно-спасательного формирования должна была стать администрация района и частный предприниматель Владимир Бутовин. Однако из-за скудного финансового положения районные власти отошли в сторону. Но обещание создать часть было дано, причем на самом высоком уровне, а значит, отступать было некуда. Как говорит Владимир, никто не верил, что ему в одиночку удастся сделать это. Сейчас на вооружении березнинских спасателей кроме пожарных машин два автомобиля повышенной проходимости, аэробот и американский аэроход на воздушной подушке. Как говорит Владимир Буторин, он не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у него дальнейшее развитие пожарно-спасательного подразделения. КОНЕЦ Надо отметить, что этот опыт создания частной пожарной охраны в России пока уникален. Но, как говорится, лиха беда начала. Предполагается, что регионы будут вольны в своем выборе. Создавать собственные команды или нанимать частников. Главное, чтобы уровень подготовки пожарных был высоким и соблюдались общегосударственные нормативы. Одно из важнейших направлений в области пожарной безопасности это осуществление пожарного надзора. В настоящее время последовательно проводится работа по модернизации всей системы. Государственная противопожарная служба определены две основные функции. Одна функция – это тушение пожаров, а вторая функция – это осуществление государственного пожарного надзора. Если раньше у нас отдельные командиры пожарных частей были наделены правами государственного пожарного надзора, то сейчас этого дела нет. Сейчас государственный пожарный надзор Это прежде всего федеральная функция, которая имеет встроенное вертикальное построение, то есть управление Госпожарного надзора в министерстве, управление Госпожарного надзора в региональных центрах и управление Госпожарного надзора в субъектах Российской Федерации. В течение 2004 года должностными лицами Государственного пожарного надзора было проведено 1,2 млн мероприятий по контролю. Предложено к исполнению 6,5 млн противопожарных мероприятий. Приостановлена полностью или частичная эксплуатация 150 тыс. объектов, находящихся в пожароугрожаемом состоянии. Рассмотрено до 400 тыс. административных дел о нарушениях правил пожарной безопасности. Общая сумма налагаемых штрафов превысила 290 млн рублей. По сообщениям о преступлениях, связанных с пожарами, возбуждено полторы тысячи уголовных дел. Функции пожнадзора и пожаротушения не просто формально или законодательно разделены, они разделены и структурно. Теперь территориальные органы не подчиняются главам администрации и губернаторам. Госпожнадзор получил большую самостоятельность и независимость. Раньше пожарные инспекторы содержались за счет субъектов, а не за счет федерального бюджета и, естественно, попадали в экономическую зависимость от того или другого должностного лица, что зачастую негативно влияло на качество работы. Сейчас положение коренным образом изменилось. Инспектора по-прежнему будут работать, но это прежде всего федеральная функция. Они не подчиняются, значит, по законодательству непосредственно руководителям субъектов Российской Федерации, не подчиняются руководителям местных органов управления. Они выполняют федеральную функцию – надзор. И надзор – это прежде всего вопросы, связанные с защитой человека, защитой общества, защитой имущества. Поэтому они сейчас раньше, можно сказать, подчинялись, а сегодня они независимы от местных властей. Инспекция пожарной части 70-й, дома управления. У нас проверочка при пожарном состоянии в вашей квартирке. Пожалуйста, проходите. Вот, как раз курим, где смотрим, какие электроприборы используем. Позволите посмотреть плиточку вашу? Газовая плиточка у вас исправная, все, проблем нет. Никаких проблем с предпроводителем. Значит, проводку также содержите в исправном состоянии. Баллоны газовые, если пропускают, знаете, да, что форточку открываем, свет не включаем, спичками не чиркаем, все это люди взрослые, все понимают все это. У нас очень, значит, большая проблема с тем, что в прошлом году уже 15 человек погибли, и то допустили курение в нетрезвом состоянии. Так что, надеюсь, в вашей квартире этого не должно произойти. Нетрезвое почти не бывает. Слава тебе, Господи, мы за вас спокойны. Во многих регионах работают телефоны доверия. Руководители МЧС на местах просят бизнесменов, предпринимателей обо всех случаях внеплановых проверок и других нарушениях сообщать им. Предприниматели должны понять, если они хотят, чтобы в нашей стране наступил порядок в сфере отношений с чиновниками, платить Между не следует. Это только стимулирует обратный процесс. Сегодня одному инспектору заплатили, завтра придет второй, послезавтра третий. А ведь сегодня легче и дешевле выполнить законные противопожарные требования и претензий больше не будет. Согласно всем тем нормам, которые у нас были, в среднем на территории Российской Федерации функциями государственного пожарного надзора обладали где-то порядком 32 тысячи сотрудников. На сегодняшний момент, согласно постановлению 820-го правительства, у нас 21 100 человек, которые определены и должны заниматься государственным пожарным надзором. Но сегодня у нас пока численность есть 15 тысяч. Фактически у нас в два раза уменьшилось количество сотрудников, которые будут заниматься надзорной деятельностью. На самом деле, процессы, которые идут в Государственном пожарном надзоре, это один из ответов на вопрос, насколько сладок, в кавычках, труд инспектора. Сейчас, например, в среднем по России в подразделениях больше 10% недокомплект личного состава. Есть проблемы с кадрами. У нас на сегодняшний момент только 37% в среднем по России наших сотрудников, которые работают в Государственном пожарном надзоре, имеют или специальное, или высшее специальное образование. Понимаете, это серьезная проблема. И мы сейчас разработали комплекс мероприятий в министерстве, которым мы за счет, прежде всего, переподготовки, обучения в наших высших учебных заведениях, наших специалистов, проведение операционных мероприятий. Пытаемся поднять уровень профессиональной подготовки наших специалистов, потому что с учетом тех новых законов, которые сегодня есть, у нас наши специалисты должны не только знать серьезные технические вопросы, которые приходятся, которыми им встречаться во время своей работы на различных объектах. Они должны очень серьезно знать и юридические законы, юридическую базу. С учетом того, что нам придется решать вопросы о приостановке предприятий каких-то через суд, это то же самое потребует от нас серьезного уровня подготовки наших специалистов. И сейчас такая работа активно в министерстве ведется. Все мы, граждане России, стремимся жить в правовом государстве. Именно на это направлена в том числе и административная реформа. Один из важнейших принципов ее действия – сделать граждан страны более защищенными, в том числе и в вопросе пожарной безопасности. В настоящее время уже готов проект федерального закона об обязательном противопожарном страховании имущества и гражданской ответственности юридических лиц. Принятие его позволит задействовать экономические рычаги для повышения уровня противопожарной защиты. За счет страхования создаются определенные условия, когда в том числе или хозяева этих объектов, или какие-то руководители, прежде всего, они прекрасно понимают, что при любой чрезвычайной ситуации, в том числе вопрос, связанный с пожарами, они создают такие условия для того, чтобы если что-то произошло, была получена соответствующая компенсация. С учетом этого, конечно, поднимается уровень и ответственность и тех руководителей, которые отвечают за этот объект, и они, конечно, стремятся при строительстве или содержании этих объектов, все сделать для того, чтобы эти объекты соответствовали определенным установленным нормам. В общем, реформа предполагает, что есть несколько путей решения задачи. Первый – создать пожарную часть и содержать ее в надлежащем виде за свой счет. Или не создавать, но застраховать имущество и таким образом перенести риск на плечи страховых компаний. Есть, правда, еще и третий путь – выполнять все нормы противопожарной безопасности, чтобы пожара не было вообще. Но что же делать сейчас, пока реформа не завершена? Многие считают, что теперь федеральные пожарные не помогут в случае необходимости муниципальным пожарным частям, даже если беда случится у них под боком. А будут спокойно сидеть и ждать, пока не прибудут городские, частные или добровольные пожарные подразделения. Есть статья 22 закона 69-го, которая предусматривает, что пожарные подразделения пожарной охраны, там сказано, и не сказано, какой вид, то есть подразумевается все виды пожарной охраны, выезжают на тушение пожара в безусловном порядке. Ну и дальше статья, как правило, безвозмездна, если иной не установлен законодательством. Естественно, независимо от того, федералы это или противопожарная служба субъекта, или это ведомственная пожарная охрана, или частная пожарная охрана, или добровольная, обязаны выехать на тушение пожара. Если они не выйдут, это будет нарушением законодательства. Профессия огнеборца всегда считалась почетной. Это удел мужественных людей. Не каждый бросится в огонь, спасать чужую жизнь, рискуя собственной. Однако хотелось бы, чтобы все помнили об этом. Ведь не выключены из сети бытовой электроприбор. Курение в непредназначенном для этого месте. Экономия на средствах пожаротушения, во время строительства и в быту. В общем, любая мелочь может стоить кому-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова